друзья добрый день очень добрый вечер всем присоединяющимся добрый вечер очень и очень рада вас видеть сейчас ждем буквально несколько минут и начинаем сегодняшний прямой эфир который посвящен такой горячей теме по крайней мере последний месяц когда мы запускали наши тоники подпроводили фокус-группы я понимаю что у меня просто мозг взорвался потому что я столкнулась вот когда проводили старались провести сейчас на фокус-группы на как можно большем количестве девушек я столкнулась с таким огромным количеством заблуждений я понимаю откуда они пошли они вбиты нашим масс-маркетом потому что когда вы видите в ритейле как бы однотипные продукты то естественно вырабатываются стереотипы когда кажется что так и тогда а на самом деле совсем не так поэтому сегодня будем с вами развенчивать мифы о тониках мицелляр к гидролатах я поняла что тема вечная разбираться можно долго сегодня с вами очень постараемся максимально просто знаете вот буквально на пальцах разобрать чтобы вы легко могли понимать вот в как бы глядя на состав любого продукта сразу примерно понимали что от него ждать для чего его можно использовать для чего его лучше использовать еще буквально минуточку и начинаем кстати был один очень интересный вопрос обязательно тоже к нему вернемся касательно составов тоников я надеюсь что у вас у всех великолепное настроение несмотря на вечер четверга несмотря на то что конец недели конец зимы и у всех естественно накопилась усталость и накопился витаминоз очень постараюсь сохранить прямой эфир вот я не знаю что было в прошлые разы на самом деле темные силы электричества потому что я завершаю эфир и у меня вместо кнопки сохранить эфир появляется объявление что-то пошло не так и в результате эфир не сохраняется очень надеюсь что сегодня сработает я боюсь что это была проблема инстаграмовская всем с кем еще не успела поздороваться добрый вечер я думаю что нас уже достаточно собралось можно потихонечку начинать итак давайте разбираться с гидролатами тониками и мицеллярками и начнем мы с самой сути как это зрит корень будем с вами зрит состав и так что такое мицеллярка любые мицеллярки это вода плюс какие-то павы чаще всего мягкие всегда естественно водорастворимые чаще всего дающий прозрачный раствор потому что мицеллярная вода нас у тебя должна быть как-то похоже на воду но это всегда раствор порвав в воде ну естественно какие-то маркетинговые бантики цветочки то есть экстрактики увлажнители гиалуронка что-нибудь еще но все равно это раствор павов в воде что такое тоники тоники в норме вот так как они изначально в принципе предназначались это раствор разных активных веществ в воде и прежде всего каких активных веществ тех которые нам сложно в достаточной концентрации запихнуть в другие формы то есть например сложно ввести крем крем будет разваливаться сложно ввести гель он плохо будет джелироваться придется туда закладывать много гелеобразователя и гель будет стягивать кожу, поэтому сыворотку, например, нормально с ними тоже не сделать. И вот обычно такие вещества, если они тем более недорогие, но кожи необходимые, как, например, молочная кислота, их принято выносить в тоники. Что такое гидролаты? Гидролаты это можно, в принципе, рассматривать как или особую форму тоников, или просто как экстракт каких-либо растений, который получен особым способом. Это пародистилляция или гидродистилляция. Полностью классические гидролаты заменить тоники не могут. Почему? Потому что в гидролате у нас содержится не все самое ценное из растений, как очень часто мы можем в рекламе прочитать. В гидролате содержится только то, что вот эта технология экстракции позволяет из растения вытащить. Вот я какое-то время назад делала отдельный пост по экстрактам, пыталась тоже максимально коротко, как просто вот исключительно по сути разнести по видам. Вот что такое экстракт? Мы очень часто привыкли говорить ой, экстракт ромашки, значит он будет обладать такими-то, такими-то, такими-то действиями. Будет успокаивать, будет немножечко дезинфицировать, все замечательно. На самом деле все не так замечательно, потому что если это водный экстракт, у него будет одно действие. Если это водно-спиртовой или спиртовой экстракт, у него будет другое действие, потому что он вытащит совершенно другие вещества. Если это СО2-экстракт, у него будет третье действие, потому что у нас экстракт растения будет работать только таким образом, вот какие вещества из растений мы в него вытащили. И когда мы с вами возвращаемся к гидролатам, нас это сейчас интересуют гидролаты, что они могут вытащить из растений? Поскольку, во-первых, это водный пар, естественно, они могут вытащить только водорастворимые вещества. Во-вторых, что такое пародистилляция? Это у нас в емкости сухую траву поместили, через нее проходит пар при температуре около 100 градусов, 95-101, такая оптимальная температура для получения гидролатов, и практически без избыточного давления. Грузоподъемность у пара небольшая, вот что с собой пар утащит, вот то, собственно, в гидролат потом и сконденсируется. Поэтому в результате, смотрите, у нас в гидролаты хорошо выходят легкие летучие вещества, выходят, кстати, плохо водорастворимые, но летучие фракции эфирных масел, там фитонциды, терпеновые спирты, поэтому, например, гидролаты эфиромасличных растений, то есть лаванды, да даже ромашки, что у нас еще из таких ярко выраженных, розы, будут иметь ярко выраженный запах. Кстати, очень резко отличающийся от запаха эфирных масел вот этих же растений, и очень сильно отличающийся от запаха самих растений. Сколько раз проверяла, даю попробовать понюхать натуральный гидролат лаванды. Народ, если не привык к запаху гидролата лаванды, если он не знает, как гидролат должен пахнуть, спрашивают, что это за гадость? На самом деле, да, вот так пахнет натуральный гидролат лаванды. Это та часть запаха лаванды. Вот когда мы нюхаем с вами лаванду, как растение, у нее запах создается сотнями разных веществ, но мы все эти сотни веществ не можем вытащить практически ни одним способом экстракции. Мы, добывая эфирные масла, получаем один тип запаха лаванды, добывая гидролат, получаем другой тип запаха лаванды. Если мы ту же лаванду экстрагируем какой-нибудь водно-спиртовой смесью, мы тоже получим ароматический экстракт, но он будет пахнуть уже третьим образом. Лаванда будет угадываться, но она будет совершенно разная лаванда. В общем, гидролат – это у нас с вами просто тип экстракта. Итак, что мы с вами получили? Если мицеллярка – это раствор павов в воде, то есть по умолчанию, что у нас делают павы? Они у нас растворяют жиры все, и неполезные, которые являются грязью на коже, и избыточным кожным салом, и в том числе полезные, например, той самой липидной защитной мантии. А вот, например, тоники и гидролаты в норме ничего очищать не должны. И вот дьявол, как обычно, в деталях, и обычно, когда начинаются проблемы, когда мы пытаемся с вами скрестить коня и трепетную лань. Не надо этого делать, обычно ни к чему хорошему это не приводит. Что именно мы пытаемся обычно вот так скрестить? Мы пытаемся получить в одном флаконе сразу же и очищающее действие, и какое-то ухаживающее. И чтобы нам это еще не смывать, и чтобы при этом еще кожа не щипала, и чтобы не было ощущения липкости, не получится все это объединить в одном средстве никак. Вот просто объективно, потому что очень часто это взаимоисключающие требования. Вот давайте рассматривать сейчас подробнее. Когда мы с вами говорим об очищении, о мицеллярке, что делает мицеллярка? Павы в ее составе, естественно, эмульгируют те жиры, до которых они доберутся. В первую очередь, они доберутся до тех жиров, которые нам с вами надо смыть. Например, мы используем мицеллярку как второй шаг в двухступенчатом очищении. Замечательный способ очищения кожи, который я всегда рекомендую, это намного-намного более мягкое очищение, чем, например, пытаться смыть стойкую косметику каким-то одним ядреным средством. Что такое двухступенчатое очищение? Это вы взяли сначала средство с очень высоким содержанием масел. Почему? Потому что подавляющее большинство типов косметики, и стойкой в том числе, она создана на основе жироподобных веществ. Подобное растворяется подобным. Для того, чтобы растворить косметику, нам нужны какие-то умывашки с высокой жировой фазой, чтобы там в составе был очень высокий процент масел. Это может быть хоть обычное пищевое масло, которым мы пользуемся на кухне. Это может быть гидрофильное масло, то есть то же самое масло, в которое добавили 15-20% эмульгаторов или павов. Это может быть какая-то эмульсия для умывания, то есть жирный крем, в который добавили павы. Вот любое из этих средств, это первая фаза, первая ступень двухступенчатого умывания, а потом нужно остатки этих масел убрать. И для этого мы используем мицеллярку, где жиров уже нет, зато есть какие-то мягкие павы. Замечательно, все хорошо подходит. Но, как вы понимаете, естественно, даже мягкие павы не должны у нас на коже оставаться, потому что у нас паву мы никак не объясним, какие жиры хорошие, какие плохие, что нам нужно смыть, а что нам не нужно эмульгировать и лучше на коже оставить. Они будут растворять все, до чего они доберутся. Поэтому, как только мы с вами грязь сняли, косметику сняли, естественно, остатки павы нужно с кожи смыть. Когда мы, вот почему-то, я не знаю, от рекламы это пошло зачастую, когда в виде дополнительного положительного свойства тоников часто заявляется их способность очищать кожу. Тоники не должны кожу очищать. Тоники предназначены для ухода после очищения, потому что у тоников абсолютно другие функции. Если функции мицеллярки у нас, это доочистить кожу после гидрофильного масла, после какого-то жиросодержащего средства или просто как отдельное средство для умывания, вы мицеллярку смываете, а потом у вас пошли несколько ступеней ухода, одной из которых, первой является тоник. Почему первой? Потому что первое, что нам с вами нужно сделать после умывания, это скорректировать поаж кожи. Помните, очень много раз говорила, неважно, какой идеальный поаж будет у вашей умывашки, вы все равно ее смоете водопроводной водой. Водопроводная вода в подавляющем большинстве регионов России имеет слабощелочную реакцию. В Москве это в среднем 7,5. И естественно, учитывая, что идеальный поаж нашей кожи это пятерка, кстати, даже не 5,5, а вот от 4,5 до 5,5, то есть в среднем 5, то нам нужно вот этот поаж, даже просто после умывания чистой водопроводной водой обязательно скорректировать. Вот это, по большому счету, основная задача тоников. Плюс, естественно, в тонике очень хорошо можно запихивать те активы, которые тяжело ввести в значимых концентрациях в какие-то другие средства. Вот в первую очередь речь идет о молочной кислоте. Штука копеечная, абсолютно физиологичная, потому что из наших естественных кислот, выделяющихся на коже, если мы не говорим о жирных кислотах, у нас 90% с лишним это именно молочная кислота. Великолепный увлажнитель, у нее масса других таких положительных побочек, если можно так выразиться, и о некоторых из них мы потом поговорим подробнее. Но при этом молочная кислота и ее соли совершенно неудобны в технологическом плане. Они разваливают кремы, они зачастую входят в какие-то непрогнозируемые химические реакции, и крем становится нестабильным, меняет цвет очень часто при хранении. Точно так же молочная кислота зачастую усложняет процесс желирования. Например, мы не сможем никогда сделать мягкую гелевую сыворотку, которая не будет стягивать кожу, с нормальным паажем, с нормальным паажем, в смысле для кожи, то есть пятеркой. Почему? Потому что или нам придется использовать растительные полисахариды, натуральные гелеобразователи, но они все дают ощущение стягивающей пленочки, которая на теле еще более-менее незаметна, на лице и на веках заметна очень сильно. Или мы будем использовать, например, мягкие акрилаты, которые вот этого дискомфорта не дают, но они вообще не терпят кислую среду. То есть любые акрилаты, это у нас нейтральная, лучше даже 7,5 кислотность, то есть совершенно не физиологичный вариант для кожи. И поэтому самая главная задача тоника, это у нас кожу закислить и довнести какие-то увлажнители, фимектанты, вот в первую очередь молочная кислота, ее соли, пералидон, карбоновая кислота, ее соли, какие-нибудь свободные аминокислоты, гидролизаты белков, вот то, что не жалко производителю, довнести это в кожу. И дальше уже в зависимости от живности пошли там или безжировые сыворотки, или какие-то маложирные флюиды, или кремы, уже дальше не важно. Но тоник, естественно, по умолчанию не должен содержать павов. Единственное здесь исключение можно сделать, когда? Когда нам критически важно ввести в этот тоник какое-то жирорастворимое вещество. И в этом случае тоник это же вода, и вот этот жирорастворимый актив какой-нибудь, например, альфа-бисаболол, прекрасное противовоспалительное средство, но оно, к сожалению, в воде не растворяется. Нам вот это жировое вещество, жировой актив, нужно сначала в чем-то растворить. И обычно для этого можно использовать или мягкие павы, или вот сейчас появился, наверное, вот тот класс веществ, который можно считать таким, знаете, на сегодняшний день эталонным растворителем для натуральной косметики. Это полиглицериды жирных кислот, растительных масел. Вы их легко в составе узнаете. Знаете, по каким названиям? То есть, например, полиглицерил-4-капрата, полиглицерил-6-лаурат, полиглицерил-6-алиат. В общем, полиглицерил какая-нибудь цифра и чего-нибудь, название какой-нибудь жирной кислоты. Вот это как раз эфиры жирных кислот, растительных масел, которые являются максимально физиологичными, настолько, насколько можно придумать, гораздо более физиологичными, чем мягкие павы. Их, наверное, можно считать на сегодняшний день такими эталонными растворителями для каких-то жировых активов. Тот же витамин А, например, или витамин Е, мы хотим его в тоник ввести, мы не введем, они жирорастворимые, все равно в чем-то растворять придется. Эфирные масла, та же самая ситуация, их невозможно ввести просто так. Но вот лучше всего вводить через полиглицериды. Раньше для этого использовались твены, например, твин-20, твин-80, но твены просто в силу, ну, или полисарбат их еще называют. На самом деле их бояться не надо, токсичность у самих вот веществ конечных очень-очень низкая, все с ними хорошо, но у них просто технология не проходит под космос, под эко-сертификацию. Один из этапов от акселирования, он запрещен как раз космосовским стандартом, поэтому все твены попали под раздачу и тоже забанены. Но вот как раз полиглицериды прошли, это они все экологически сертифицированы, разрешены эко-сертом и космосом, сейчас объединены эти два стандарта в один, и при этом очень-очень физиологичны. Павы, да, мягкие, но все равно это не лучший вариант. То есть, вот у меня как раз был один вопрос интересный к этому эфиру. Перечислены три мягких пава. Пайнамидопропилбетаин, это бетаин из кедрового масла, то есть не из кокосового масла, не какамидопропилбетаин, который из кокосового масла, а такой же бетаин, только из кедрового масла. И то же самое, я вот здесь нормально не произнесу тоже, потому что не знаю, как это произнести, тоже бетаин, но из облепихового масла. Да, они будут чуть-чуть помягче, чем бетаин из кокосового масла, но незначительно. То есть, та же малина в целом получается, того же класса павы, как какамидопропилбетаин, чуть-чуть помягче, естественно, в тонике их быть не должно. То есть, это вот та ситуация, когда у нас попытались объединить в тонике функционал двух средств, которые в принципе друг с другом немножечко конфликтуют. Почему? Потому что задача очищающего средства у нас убрать жиры, растворить и смыть, а задача последующего ухода сделать максимально сильным эпидермальный барьер и в том числе восстановить липидную часть эпидермального барьера. То есть, как раз последующий уход никак у нас не должен жиры разрушать. Поэтому ответ на этот вопрос, да, это павы, да, в составе тоника их быть не должно. То есть, они, это прекрасные мягкие павы, они очень хороши в составе мицеллярки, не лучшие, кстати, сейчас в плане лучших. Я вот недавно, а, я, по-моему, на прошлом эфире рассказывала, сейчас появились таких два прорывных пава по мягкости, по показателям безопасности, это гликолипиды и сурфактин. То есть, это уже, знаете, не маркетинговая новизна, когда мы взяли тот же бетаин, амидопропилбетаин, просто взяли не из кокосового масла, а нашли там очередное какое-то масло и заявили, что это новый пав. Да, это новый пав, но у него нет принципиальных отличий от того же как амидопропилбетаина. Вот, например, гликолипиды и сурфактин это уже принципиально другое поколение. Ну, перечисленные, это тоже мягкие павы, для мицеллярки прекрасно, в тонике быть не должно. О гидролате вообще речь не идет. Гидролат, это вот что у нас пар вытащило из растения, что сконденсировалось, тем и мажемся. Это то, что касается у нас состава. Итак, у нас мицеллярка это очищение, тоники и гидролаты это у нас по функции уже уход. Состав тоже принципиально разный, по крайней мере, должен быть разный в норме. То есть, все попытки объединить как бы противоположно направленные свойства всегда обречены на неудачу. Это не смертельно, если вы видите в тонике какие-то мягкие павы, но надо понимать, что это не для ежедневного использования. Это хороший вариант для какого-то быстрого ухода, где-то там протереть кожу после фитнеса, когда кожа потная, что-то еще, но не для постоянного ухода дома. И отсюда же сразу же следует ответ на вопрос смывать или не смывать. Да, естественно, любые мицеллярки мы смываем, даже когда там мягкие павы. Опять же, когда там хорошие мягкие павы, ничего смертельного не будет от того, что вы разок не смоете, потому что ну просто ситуация такая, что неудобно умыть, но в качестве вашей рутины, как еще по-моему Аристотель, если я не ошибаюсь, говорил, что мы, это то, что мы делаем постоянно, то есть совершенствует результат не действий, а наших привычек. Рутина делает нас, наши рутинные привычки в питании обеспечивают нам здоровье и хорошую фигуру, наши рутинные привычки в уходе за кожей и волосами обеспечивают нам молодость, на долгое хорошее состояние кожи и волос, не то, что мы делаем разовый. Вот для рутины, конечно, да, мицеллярки надо смывать всегда, а вот тоники как раз смывать не надо. Тоник предназначен для того, чтобы после водопроводной воды вы кожу подкислили, и все, у вас на коже сохранился этот оптимальный PH. Вроде бы, все звучит замечательно, все понятно, так почему же, вот первый вопрос возникает, да, почему у нас производители такие глупые и так не делают? Они не глупые, совсем-совсем, там очень умные люди сидят и умные технологи. Проблема в том, что производители, особенно, когда мы с вами говорим о масс-маркете, о ритейле, где нет, например, продавца, который хорошо разбирается в продукте и будет объяснять, почему, например, после этой, почему эту мицеллярку надо смывать, почему после этого тоника будет немножко липкость на коже, и это нормально так и должно быть. Нужно, чтобы человек купил продукт, чтобы он помазался, им тут же было комфортно и был какой-то быстрый видимый эффект. Человек не станет разбираться, что у него будет через 4 месяца. Он пойдет и купит следующий флакончик. Поэтому, вот, все проблемы начинаются тогда, когда мы, естественно, хотим быстрого и легкого эффекта, это нормальное абсолютно наше желание, а производители, естественно, вынуждены идти на поводу у потребителей и давать вот этот быстрый комфорт и быстрый субъективный видимый эффект. Именно из-за этого, например, в масс-маркетовские кремы всегда закладывают мощные пленкообразователи, потому что нужно тут же дать имитацию увлажнения, не важно, что будет через 3 месяца. Но сейчас человек должен почувствовать, что вот у него кожа сохла, как пустыня Сахара, тут он намазал кремом, у него тут же бархатные шелковые ручки, как будто у вас за 15 секунд кожа полностью обновилась, да, все слои просто, от базального слоя эпидермиса и до верхнего. Бред, конечно, но мы идем за этим ощущением. И отсюда давайте разбираться с основными вопросами. Что у нас должно быть в составе идеального тоника? Вот еще раз повторюсь, у нас должны быть обязательно подкисляющие вещества, причем желательно, чтобы они были физиологичны, то есть совпадали с теми, которые в реальности нашу кожу подкисляют. То есть, прежде всего, это должна быть молочная кислота, достаточно много. Естественно, должны быть фумектанты, то есть водорастворимые, гигроскопичные вещества, которые будут на себе удерживать влагу. Чтобы у нас не за счет пленки на поверхности кожи, увлажненность кожи росла, а за счет того, что кожа способна удерживать влагу именно в своих слоях. Что это такое за вещества? Это, естественно, всякие многоатомные спирты, тот же глицерин, как наилучший, наиболее физиологичный. Это, естественно, аминокислоты свободные и гидролизаты белков. Вот сразу же вспоминаем натуральный увлажняющий фактор. Вот то, что в нем кожа вырабатывает, помните, да, у нас кожа его вырабатывает, вот то, что она вырабатывает, вот это и является самым физиологичным. Это то, что в норме должно нам давать увлажненность. Но, естественно, это то, что быстро увлажненность не даст. В натуральном увлажняющем факторе, кстати, помните, практически половина это аминокислоты и гидролизаты белков. Мы их очень недооцениваем, они очень-очень важны во влагоудерживающей функции. И, в принципе, вот этой троицы уже достаточно. Там можно, конечно, еще напихать какие-то экстрактики для дополнительных каких-то свойств, например, противовоспалительной активности, дополнительного увлажнения за счет полисахаридов. Но вот молочная кислота, какие-то другие фруктовые кислоты, аминокислоты, гидролизаты белков, вот это то, что такое must-have должно быть в тонике. С чем мы с этим сталкиваемся? Сталкиваемся мы при этом с тем, что у нас при таком составе тоник всегда будет оставлять какую-то липкость на коже, и сухую кожу при таком составе всегда будет пощипывать. Смотрите, когда мы с вами говорим о вот таких фумектантах, они за счет чего удерживают влагу внутри кожи? Потому что они гигроскопичны. Когда они гигроскопичны, они достаточно долго удерживают в себе влагу, и, естественно, пока сам тоник вместе с вот этими веществами не впитался в верхние слои рогового слоя, вот не впитался в кожу, у вас кожа будет немножко липкой. То есть, когда вы, например, нанесли тоник, неважно, вот вы домашний тоник сделаете, кстати, дома можно легко сделать тоник, который ничем не будет уступать лучшим, действительно, очень хорошим, очень хорошим по действию, не домашним, там, промышленным тоником. Но когда вы наносите правильный тоник на кожу, обязательно, пока он не впитался, первые пару минуток кожа будет липкой, это нормально, потому что там как раз достаточное количество хомектантов, которые всегда будут сначала немножко давать липкость. Потом это проходит, и если это не проходит, то здесь вопрос просто в несбалансированности, например, заложили достаточно, слишком много глицерина, и он дает уже вот эту избыточную липкость. Или ситуация, когда, например, не было вариантов по-другому сформулировать тоник. Например, вам нужен тоник с сильным противовоспалительным действием, вам нужно много заложить того же пантенола, потому что он растворяется в воде, в отличие от того же бисоболола, и глицериновой кислоты. Глицериновая кислота липкость не даст, а пантенол даст липкость, к сожалению, никуда не уйти. Коже очень заметную липкость дает. Поэтому вот небольшой липкости не нужно бояться. Это не просто неплохо. Без этого невозможно сделать тоник с нормальной концентрацией фимектантов. Плюс, когда мы с вами говорим о том, что нам надо с вами кожу подкислить до оптимального PH, до PH пятерки. Почему я говорю о пятерке? Вот когда мы с вами говорим о том, что да, нам нужен такой сильный мощный эпидермальный барьер, естественно, мы можем создать имитацию этого барьера. Каким образом? Да просто пленку образовать на коже. И у нас тут же кожа перестанет терять влагу, будет ощущение увлажненности, будет ощущение на коже полного комфорта. Но, мы с вами об этом уже много говорили, это ситуация, когда выработка собственных увлажняющих факторов, собственного натурального увлажняющего фактора, вот его компонентов, замедляется в коже. Почему? Потому что именно ускоренное испарение влаги из кожи является сигналом для рецепторов на поверхности кожи и в эпидермисе, которые запускают интенсивный синтез собственных и увлажняющих компонентов, и туда же входят гликоза, миногликаны и гиалуронка. Поэтому нам взять и коже, создать мгновенный комфорт, это самая плохая стратегия. Самая плохая среда, это среда, в которой все потребности удовлетворены. Вот здесь то же самое, как только мы коже на блюдечке даем отсутствие трансэпидермальной потери влаги, кожа успокаивается и перестает работать. Так вот, естественно, у нас львиную долю вклада в эпидермальный барьер, в его липидную составляющую, в жировую, составляют церамиды. Они все слышали, все уже знают, что это просто такой незаменимый компонент для того, чтобы кожа не теряла влагу, чтобы она удерживала влагу в глубоких слоях. Но мы любим очень крем с церамидами или керамиды, и так и так можно произнести и то и другое правильно. И, естественно, это правильно, потому что в плане каких-то эмолентов и пережиривателей церамиды это просто, наверное, одно из лучших таких мастхэв компонентов, которые должны быть в кремах. Но у нас же кожа их сама тоже должна вырабатывать. И для того, чтобы она их вырабатывала, нужно, во-первых, дать сигнал, то есть не закрывать кожу пленкой. Если у нас кожа экстремально не иссушена, когда ей нужно хоть вот передохнуть немножко дать, и тогда нужно использовать пленкообразователь. Если кожа не высушена вот до трещинок, то пленкообразователя не нужно. Нужно попытаться восстановить работоспособность клеток кожи. Нам нужно дать сигнал, что да, вода испаряется, нужно срочно синтезировать церамиды. И нужно создать благоприятную среду. особыми ферментами в коже. И сфингами или Наза, еще есть несколько. И эти ферменты, подавляющее большинство из них, свой максимум активности проявляют именно на подкисленном PH, при PH-пятерке. Там есть только один фермент, который более-менее сохраняет работоспособность при нейтральном PH, но подавляющее большинство работает именно в такой слабокислой среде. Причем там разница в активности идет в 7-8 раз. По некоторым данным, до 10 раз. Поэтому для нас, например, для восстановления эпидермального барьера подкислить кожу оказывается очень критичной вещью. И когда, причем проводились даже клинические исследования, очень интересные, когда вот простейшая вещь, 4-процентный раствор молочной кислоты в воде. Вот просто проще лечебного средства не придумать, как валенок простой. Банально вот за месяц протирания утром и вечером кожи, количество собственных, количество церамидов в коже увеличилось в 3 раза. Просто создали комфортную среду для работы ферментов, которые вырабатывают церамиды. Но я честно пыталась, например, в наши тоники запихнуть 4% молочки. Я поняла, что без шансов, просто без шансов, ни одна фокус-группа это просто не пропустит. Почему? Потому что 4% молочки это уже, во-первых, конкретная рибкость, которая за 2 минуты не проходит. То есть мы в результате снизили до 2%. И это достаточно сильное, пощипывание не сильное, кстати, сейчас расскажу отдельно о пощипывании. Но липкость там такая, которую можно вытерпеть, только если человек понимает, что да, это лечебное средство, это не вот приятная водичка, которой ты протер лицо, и да, тебе хорошо, комфортно, все замечательно. Ты понимаешь, что да, у тебя сейчас есть проблема с эпидермальным барьером, да, ты хочешь его восстановить, ради этого ты готов потерпеть какой-то дискомфорт, потому что вот эта штука работает. Есть еще один момент, когда у нас кожа сухая или склонная к сухости, PH-пятерка, неважно за счет чего созданная, за счет лимонной кислоты, за счет гликолевой, за счет молочной кислоты или аскорбиновой кислоты, всегда будет небольшое пощипывание, не сильное, то есть его даже не назвать там дискомфортом, но пощипывание будет, как только восстанавливается эпидермальный барьер, это пощипывание исчезает. Здесь вот четко совершенно видно, как вот фокус-группы делятся на тех, у кого, ой, у меня чувствительная кожа, да, мне пощипывало, или, ну, у меня в принципе нормально, я вообще ничего не почувствовала. То есть вот при чувствительной, при сухой коже с уже нарушенным эпидермальным барьером идеальный для кожи PH, вот тоник с идеальным PH, всегда будет вызывать пощипывание. Но, вот интересный такой момент, где-то через недельку оно исчезает, потому что восстанавливается эпидермальный барьер. Мало того, вот если попользоваться, потерпеть, например, 4-5 дней, то можно переставать пользоваться кремом и практически исчезает в нем потребность. Почему? Потому что как только мы восстанавливаем эпидермальный барьер, у нас тут же транспидермальная потеря влаги настолько снижается, что мы просто забываем нанести крем на кожу, потому что кожа не сохнет после умывания. Вот, то есть мы умылись, протерли тоником и вроде все замечательно. Пока там позавтракали, бегали, забыли нанести крем, пошли на работу и вспомнили, что да, крем не нанесли, но у нас кожу не стягивает. То вот самое важное понимать, как бы, что именно в данный момент нужно вам, насколько вам нужен лечебный эффект или просто нужен комфортный мягкий уход за кожей. И, соответственно, если нужен лечебный эффект, то вы должны быть готовы чуть-чуть потерпеть дискомфорт, что пару минут будет липкость повышенная, может немножечко пощипывать кожу это абсолютно нормально. Да, если кожа, например, покраснела и она сильно зудит, это уже аллергия, но это же совсем другой вариант. А вот небольшое пощипывание это абсолютно нормальная реакция на PH5. Ну, представляете, что такое небольшое пощипывание, например, после тоника, который в обычном масс-маркете вы купите. Это сразу же 90% девушек, которые не лезут в физиологию кожи, вот вам огромный респект, потому что вы не ленитесь, вы изучаете информацию, вы задаете вопросы, вы лезете в механизмы, пытаетесь их расковырять. И в результате уже начинаете зачастую знать больше, чем большинство косметических технологов. Подавляющее большинство девушек, которые в масс-маркете покупают продукцию, они же принимают решение, нравится им или не нравится продукт, исключительно по сиюминутным ощущениям после использования или там после использования в течение недельки, в лучшем случае. Чаще всего вот по ощущениям сразу. Ощущение сразу это очень далеко от объективного действия. Если бы выбирали еду не по полезности, а по нашему комфорту после еды, мы бы с вами питались исключительно тортиками и печеньками. Ну и шоколадками, возможно. Овощи вряд ли бы кто-то ел по собственной инициативе. Та же самая ситуация с косметикой. Очень четко надо понимать, какие сейчас есть проблемы, каких целей мы хотим достигнуть и, соответственно, какие, возможно, небольшие дискомфорты будут сопутствовать правильному продукту, но он в результате приведет вас к результату. Та же самая ситуация, например, должно ли кожу стягивать после тоника. Вот смотрите, если у кожи не нарушен эпидермальный барьер, ее после тоника стягивать не должно и не будет, если в тонике нет экстрактов с высоким содержанием дубильных веществ. Но чаще всего тоники с вот такими дубящими экстрактами, экстракт коры дуба, лист, бадана, они предназначаются только для жирной кожи. Любые другие экстракты будут абсолютно комфортно восприниматься. Когда кожа после тоника будет стягивать? Если первое, в тонике нет пережиривателей и второе, у кожи нарушен эпидермальный барьер. Что такое пережириватель? Вот как раз для того, чтобы кожа чувствовала себя мгновенно комфортно после тоника, чтобы ее не стягивало, производители добавляют в тонике так называемые пережириватели, но поскольку у нас тоники средоводные, то пережириватели должны быть водорастворимыми. Просто так взять и добавить в тоник масло невозможно. То есть, если вы читаете состав тоника, там вода, всякие экстрактики, гиалуронка, и потом идет масло такое, масло сякое, то вы, естественно, понимаете, что там что-то пропущено. Пропущен растворитель для этого масла. Для того, чтобы это масло ввести в водную среду, его надо в чем-то растворить. И мы опять приходим к тому, что нам нужны или какие-то водорастворимые пережириватели. Чаще всего в качестве них используются ПЭГи. Там ПЭК-40, гидрогенизированное касторовое масло, ПЭК-60, тоже там какие-нибудь гидрогенизированные жирные кислоты из других масел, иногда ПЭК-7. Когда этого нужно бояться, когда не нужно бояться? Вот если вы читаете в составе, например, видите вот эти ПЭГи, если увидите ПЭГи с номерами 40 и больше, не бойтесь совершенно. Несмотря на то, что у нас ПЭГи все не входят в разрешенный перечень, например, Экосерта и Космоса, но это исключительно из-за технологических особенностей. ПЭГи, начиная с 40 номера, практически не проникают в кожу. Начиная с 60, не проникают вообще. То есть, они просто пленочкой сидят на поверхности, блокируют испарение влаги из глубоких слоев и, естественно, создают вот это вот ощущение комфорта, потому что из-за того, что влага не испаряется, не стягивает кожу после тоника. Если вы используете тоник при сухой коже с нарушенным эпидермальным барьером и там нет пережиривателей, кожу будете стягивать всегда. И здесь не тоник виноват, здесь проблема в том, что нарушен эпидермальный барьер и тогда просто надо этот тоник сверху закрыть любым кремом, любым жиросодержащим веществом, потому что любое масло у нас создает естественно такую влагоудерживающую пленочку. То есть, если нам, например, надо выбирать, вот у нас кожа сухая, с нарушенным эпидермальным барьером, мы понимаем, что если мы просто с вами умоемся каким-то моющим средством, кожу вытрем и ничем не будем смазывать, через 5 минут у нас кожа жутко стянет, мы будем понимать, что она сухая. То вот что выбрать? Или тоник, после которого кожа комфортна, то есть тоники есть в пережиривателе, или выбрать тоник без пережиривателей, если мы берем только один тоник, то после него кожу стягивает, но сверху его как бы запечатать любым жиросодержащим кремом, то естественно лучше выбрать вот эту вторую стратегию, зачем вам грузить, например, кожу лишний раз с пегами, да, у них нет прямой токсичности, но всегда приятнее использовать натуралку, чем не натуралку, правильно? То тогда лучше как бы не пугаться, не ждать от тоника того, что он в норме дать в принципе не может, тоник это водная среда, он такого вот смягчения в норме давать как бы и не должен, смягчение должны давать жиросодержащие средства, всякие флюиды и кремы, вот лучше тогда не ждать, что после тоника у вас все будет замечательно, комфортная кожа, лучше вы сверху на него сразу же нанесите крем и получите сразу же и всю нужную вам пользу и комфорт одновременно с этим. Вот у меня ощущение, что пробежалось по всей информации, которую я сегодня хотела дать, давайте сейчас посмотрю вопросы, потому что вижу, что есть вопросы, я просто их не успеваю читать одновременно с рассказом, иначе теряю мысль. Встречала рекомендации, что выбирать гидролат можно по свойствам эфирного масла, так как эфирное масло и гидролат получают одним способом паром. Разве свойства гидролата идентичны эфирным маслом? Очень хороший вопрос, спасибо большое. Нет, не идентичны. Смотрите, да, совершенно правильно, у нас и гидролат, и эфирное масло получают паром, но каким образом? Вот именно в промышленных пародистилляторах, у нас, кстати, один такой уже практически доизготовился в Калининграде, сейчас пока один в работе, вот на нем мы делаем тоники, и второй должен прийти где-то недели через три из Калининграда. Причем тот пародистиллятор именно с возможностью изготавливать эфирное масло. То есть для того, чтобы получить эфирное масло, мы всегда сначала получаем гидролат из этого растения, то есть начало технологии одинаковое. Вот у нас эфиромасличное растение, мы насыпали в емкость, через эту емкость мы прогоняем пар водный, потом этот пар, проходя через охлаждаемую трубку, конденсируется, и у нас в емкости собирается гидролат, но с достаточно высоким содержанием эфирного масла, если у нас исходно в растении было достаточно много эфирного масла, если мы с вами говорим как раз об эфиромасличных. И это эфирное масло на гидролате сверху начинает прямо плавать, вот знаете, как масляные получаются разводы, вот то же самое, один в один. И в пародистилляторах, которые получают еще и эфирные масла, дальше этот гидролат проходит через сепаратор. И как раз сепаратор уже отделяет, собирает вот это избыточное эфирное масло, которое все равно не растворилось в гидролате, отдельно собирает вот это эфирное масло и отдельно сам по себе гидролат. Дело в том, что, помните, я говорила, в гидролате у нас определенная фракция эфирного масла на самом деле может растворяться, потому что у нас некоторые терпеновые спирты частично водорастворимы, поэтому гидролат у нас немножко как бы содержит в себе небольшой кусочек эфирного масла и небольшой кусочек водного экстракта растения, то есть частично вытащит то, что выходит в экстракт, частично вытащит то, что выходит в эфирное масло, но гидролат не будет содержать такую львиную долю компонентов, которые в эфирном масле окажутся, но они совсем в воде не растворяются, и они в гидролате не останутся. Поэтому у нас гидролат одного этого же растения и эфирное масло этого растения полностью идентичными свойствами обладать, естественно, не будут. За исключением ситуации, когда у нас, например, за свойства растения отвечают вот как раз вот эти легкие водорастворимые фракции эфирного масла. Например, когда мы с вами говорим о фитонцидах, например, можжевеловые гидролаты, можжевеловое эфирное масло, вот фитонциды как раз выходят в гидролат и растворяются в нем. И вот в этой ситуации у нас гидролат и эфирное масло будут работать примерно одинаково. То есть гидролат будет работать как сильно разведенное эфирное масло. А если, например, у нас с вами в эфирном масле работают какие-то более тяжелые фракции, котенок, иди сюда, то они в гидролат не попадут никак. Они все равно или поднимутся наверх и не попадут уже в конечную упаковку гидролата, а вот эфирное масло попадут. И в этой ситуации у нас эфирное масло будет работать одним образом, а гидролат и другим. Поэтому вопрос очень правильный, не идентичны свойствам в подавляющем большинстве случаев. Надо рассматривать на самом деле каждое растение по отдельности. Едем дальше. Какой обычно ПАШ у кремов? Зависит от такой кучи причин огромных. В первую очередь зависит от того, капризный или нет эмульгатор. Потому что у нас все привыкли очень бояться того, что крем расслаивается. На самом деле то, что крем расслоился, совсем не значит, что он испортился. Это значит просто, что мощности эмульгатора не хватает на то, чтобы удержать вот эти две фазы, жировую и водную, от расслоения. То есть если крем подрасслоился, вообще ничего страшного не произошло. Взболтали, стала более-менее нормальной текстурой, опять однородной. Совершенно спокойно пользуйтесь. Так вот, все зависит от эмульгатора, потому что у нас очень многие эмульгаторы не держат кислые среды, не любят их. Стабильность теряется. Я бы сказала, что для подавляющего большинства эмульгаторов есть очень жесткие диапазоны ПАШ, в которых они обеспечивают стабильность кремам. Поэтому очень часто у кремов в подавляющем большинстве ПАШ где-то от нейтрали, часто даже до восьмерки, потому что это ПАШ наибольшей стабильности. И еще очень часто для стабильности в кремы добавляют карбомеры, акрилатные гелеобразователи. Могут добавлять еще и природные, конечно, полисахариды, тут же ксантаановую камень, но тогда крем опять же будет чуть-чуть оставлять пленочку на лице. А акрилат, когда мы добавляем, например, для стабилизации, то крем получается очень мягкой, замечательной текстуры, пленки не оставляет и при этом стабилен 3 года, пока он хранится. Но акрилаты категорически не приемлют кислую среду, поэтому они работают только в нейтральной или в слабо-щелочной. И поэтому вот и по ГОСТу-то ПАШ у кремов от 5 до 9, то есть основная масса это семерка. И крайне редко, когда у кремов бывает ПАШ пятерка, вот просто из-за технологических причин. Поэтому для нас тоники действительно оказываются такими must-have вариантами, потому что это тот продукт, который позволяет гарантированно дать ПАШ пятерку и дать коже вот эти дополнительные кислоты, которые скорректируют ее ПАШ. Есть ли какой-то прибор, который может измерять ПАШ крема? Да, конечно, естественно. Измеряют теми же самыми ПАШ-метрами, просто крем для этого разводят в определенное количество раз. Этого не надо бояться. Дело в том, что ПАШ – это ведь у нас логарифмический показатель. Это десятичный логарифм концентрации водородных ионов. И получается, для того, чтобы у нас ПАШ изменился на единицу, нам нужно концентрацию в 10 раз изменить. Поэтому здесь, например, разведя в два раза, превратив крем в молочко, мы никак практически не повлияем на показатели ПАШ, при этом, на точность ПАШ, а при этом получим представление о показании. Поэтому, если дома хотите померить, вот просто разводите и меряйте. У нас у клиентов тоник с молочной кислотой жалуются на мелкие прыщики при использовании. Пришлите полный состав тоника, там же не только молочная кислота. Вот смотрите, сама по себе молочная кислота не провоцирует никаких мелких прыщиков. Скорее всего, я предполагаю, там для того, чтобы как раз убрать вот это вот ощущение липкости при достаточной концентрации молочной кислоты добавили какие-то плёнкообразователи, и они уже провоцируют, вот именно за счёт плёнкообразования, мешают оттоку нормального кожного сала и провоцируют образование прыщиков. Да, вот вижу, повторяется этот вопрос. Присылайте полный состав. Дело в том, что да, тоник с молочной кислотой, но это же не одна молочная кислота, правильно? Там же есть в составе ещё куча других компонентов, начиная от консервантов и ароматизаторов и заканчивая почти наверняка плёнкообразователями. Причём под подозрением в плане прыщиков здесь попадают как раз не консерванты, не ароматизаторы, а именно плёнкообразователи. Пришлите, я как раз проанализирую. Получается не ждать высыхания тоника и наносить на влажную кожу крем. Совершенно спокойно. То есть, если вы понимаете, что при высыхании тоника у вас будет дискомфортно, вам будет стягивать кожу, наносите крем прямо сверху. Та же ситуация, смотрите, когда вы наносите крем на кожу, вас не интересует, что у него стабильность ухудшится, и он у вас, например, через 2 дня развалится на фазу. Он всё равно у вас раньше впитается и смоется потом. Поэтому совершенно спокойно, не ждите высыхания тоника, наносите сразу же сверху крем, пока кожа ещё влажная. Будет и комфорт, и польза. Возможно ли сделать мицеллярный гель для снятия макияжа? Совершенно спокойно, конечно. Вот у нас, между прочим, мы на этой неделе начали отгружать оптовикам как раз мицеллярный гель. Смотрите, что такое мицеллярный гель? Это на самом деле просто гель, в котором находятся мицеллы из какого-то эмульгатора. И поэтому, по большому счёту, мицеллярный гель можно создать любым мягким павом. Вот у нас он как раз создаётся вот этими двумя топовыми сейчас павами, это гликолипидами и сурфактином. И за счёт этого он специфический при использовании, он не будет там пениться привычно, но обладает действительно уникальными совершенно по мягкости свойствами. Так-то вообще не проблема, проблема абсолютно не составляет, но такой мицеллярный гель тоже надо смывать. То есть надо понимать, что да, какие бы ни были мягкие павы, это всё равно не идеальный состав для кожи, вот в том плане, чтобы он оставался на коже. Смотрите, к вопросу по PH кремов. Есть ли смысл выравнивать PH кожи тоником, чтобы потом снова сдвигать его после нанесения крема? Не сдвинете вы PH уже после нанесения крема. Когда вы сдвинули PH кожи тоником, у вас уже есть на коже определённая концентрация водородных ионов. Когда вы, например, нейтральный крем на кожу нанесли, вот если вы щелочной крем потом нанесёте, то да, у вас PH сдвинется. Когда вы нанесли нейтральный крем, у вас PH сдвинется совсем-совсем-совсем чуть-чуть, потому что у вас, понимаете, концентрация усреднится, а вас интересует десятичный логарифм этой концентрации. То есть у вас сдвиг PH будет не на единицу, например, а на одну десятую PH, на две десятых PH максимум. Будет там не пятёрка, например, 5,2 получили на коже после тоника, а будет у вас там 5,4 после того, как вы сверху нанесли крем. То есть здесь немножко не так работает, что вот что последнее нанесли, такой PH остался. Не-не-не, то есть мы усредняем концентрацию по водородным ионам. Понимаете, мне... А, вы вот состав скинули, я так понимаю, как раз тоника, о котором вопрос шёл, по молочной кислоте. Вода, ну вот лавандовая вода, это как раз гидролат обычно так называют. Артемис Нобелес, не помню по латинскому названию, да, Ростомасцена. То есть несколько гидролатов, у нас 4 гидролата, экстракты и... А дальше? Молочная кислота, глицерин. Вы знаете? Вот вообще, во-первых, неполный состав. Смотрите, почему? Потому что я здесь не вижу... А, вот всё, вижу консервант. Это у нас здесь есть экстракт жимолости. Насколько я помню, Каприфолм это у нас душистая жимолость. Состав полный. Вообще по составу здесь нет ничего, из-за чего могли бы образовываться маленькие прыщики. Вот просто ничего. По составу как бы всё замечательно, вот ничего лучше не придумать. Поэтому нет ответа на вот этот вопрос, почему вдруг образуется. Вот ради интереса попробуйте просто сами сделать. В дистиллированной воде раствор молочной кислоты, он спокойно совершенно в холодильнике, там, в день 5 будет храниться. 4% раствор сделайте, попробуйте попротирать. Кстати, интереснейшее действие. То есть реально, вот когда кожа сухая, там, особенно вот в конце зимы на авитаминозе, кожа всегда требует крема, недельку попользуйтесь. Да, вот сначала ощущение своеобразное неприятное, через неделю, вот понимаете, что вы реально можете не пользоваться кремом. У вас кожа совершенно нормально себя чувствует. Прижимно-воспалённой коже рекомендуют закислять кожу. Получается, подкислить может только тоник, раз крема с нейтральным pH. В подавляющем большинстве случаев, да. То есть вот, как я говорила, чисто технологически сделать крем, например, на мягких эмульгаторах с pH 5 практически невозможно. И так будет куча дестабилизирующих активов. Любой растительный экстракт дестабилизирует. То лучше всё-таки подкисление выносить в отдельную стадию ухода. Тем более, что эту стадию, на самом деле, можно сделать совершенно бесплатной. То есть я тысячу раз там писала рецепты домашних тоников, которые спокойно можно сделать самостоятельно. Вы будете абсолютно уверены в составе. Основную функцию прекрасно они выполнят. Если тоник содержит такие компоненты, как гидролат, ростков пшеницы, квасцин, и чайвина, будет ли он успокаивать кожу? Нет, потому что квасцы прекрасно работают для жирной кожи и проблемной кожи, но они будут сушить. Кожу они успокаивать не будут совершенно. Смотрите, из веществ с противовоспалительным действием, из водорастворимых, у нас с вами самые распространенные, это пантенол и алантаин. Вот они будут хорошо работать. Из водорастворимых, сейчас сразу же нужно отметить, глицеризиновую кислоту из экстракта солодки. Но если мы с вами используем группу экстракта солодки, которые исходно экстрагировали и все, то его нужно как минимум процент запихивать, тоник уже будет коричневого цвета. Я вот подобные средства видела только в дорогих южнокорейских марках. Вот они не боятся взять и запихнуть там нужную концентрацию экстракта солодки. Или надо выделять глицеризиновую кислоту, но если экстракт солодки хороший очень, фармацевтического качества, сухой, то есть 100% по экстрактивным веществам, ну вот без сконцентрированной глицеризиновой кислоты, а там исходно получается где-то 11-15% глицеризинки, вот в этом экстракте, он стоит на оптовом рынке где-то, сейчас скажу, где-то 25 долларов, то, например, чистая глицеризиновая кислота стоит уже 1000 долларов за килограмм. То есть там получается такой нелинейный рост концентрации, то есть взять и набрать дозу просто чистой глицеризиновой очень сложно. Вот смотрите еще раз по успокаивающим веществам, активам, у нас что с вами очень хорошо работает? Пантенол, алантаин, глицеризиновая кислота, работает не на цинамид, у него основное действие не успокаивающее, но он как вещество, снижающее гиперреактивность кожи, работает очень хорошо. Из жирорастворимых, это у нас с вами бисоболол, метилурацил, хамазулен, мне кажется, что практически все, вот основные перечислила, вот такие с доказанным действием, которые чаще всего используются. Вот в том составе, который вы прислали, там успокаивающих компонентов нет. Спасибо, я тоже очень рада, надеюсь, что всем понравится. Может индивидуальная непереносимость у глицеризинов, в принципе, может быть и индивидуальная непереносимость, здесь вот надо просто попробовать тогда другие продукты с аналогичным, принципиально аналогичным составом, то есть вода, экстракты, молочная кислота, и посмотреть, будет ли такая реакция, такая же. Будет ли простой домашний отвар ромашки заменять гидролат? Отвар ромашки гидролат не заменит, он по некоторым функциям будет действовать круче, чем гидролат ромашки, по некоторым хуже. Смотрите, у нас в ромашку, именно в гидролат ромашки, выходит вещество хамазулен, которое, ну или азулен его называют, которое получается именно при получении гидролата. Почему? Потому что у нас именно при температуре пары 95 градусов, за счет определенных химических превращений, выделяется вот эти азулен, как бы азуленовая группа веществ. И не в гидролатии, не в эфирном масле ромашки, а в экстрактах ромашки, именно хамазулена нет. А вот, например, без оболон лучше выходит уже водно-спиртовые экстракты ромашки, но опять же не в водные. То есть у нас, смотрите, в ромашке все противовоспалительные компоненты, они жирорастворимы, они не водорастворимы. Поэтому для того, чтобы от ромашки вытащить противовоспалительные свойства, лучше тогда возьмите аптечный ромазулан. Если я не путаю название там, не, не ромазулан, знаете, а, во-первых, там есть ротокан, ромашка, тысячелестник, календула, это водно-спиртовые аптечные экстракты, и, по-моему, еще есть ромазулан, причем они стоят копейки, вот реально копейки, ну, посмотрите, там такие конкретные по концентрации водно-спиртовые экстракты, и вот туда уже успокаивающие вещества из ромашки будут выходить. Или надо уже все-таки брать гидролат для того, чтобы азулен вышел в гидролат ромашки. Имеют ли полезные свойства гидролаты, смол, мирры и алибанум? Да, гидролаты, смол имеют полезные свойства, причем ярко выраженные. Почему? Потому что у нас в смолах как раз очень часто работают именно терпеновые спирты. Если мы говорим с вами, например, о тех же эфирных маслах хвойных, вот сосна, пихта, ель, вот мало кто знает, например, у нас из эфирного масла сосны как раз изначально получал, так вот, выделяли 80% по альфа-пенену, скипидар, название вылетело из головы. Что такое вот изначально был скипидар? Это у нас сконцентрированное эфирное масло сосны, между прочим, не пугайтесь, сконцентрированное по одному из компонентов, по альфа-пенену, и как раз концентрацию эту проводили именно пара дистилляций. Сейчас, конечно, сейчас технологии изменились сильно, но изначально именно так. И вот, например, именно альфа-пенен, который обладает изумительными совершенно свойствами получения микроциркуляции, он как раз в гидролаты выйдет. И по большому счету, вот из смолы как раз, там не из хвой, именно из смолы сосны его получали. Поэтому, да, у нас любые гидролаты смолы хвойных будут вытаскивать, вот, или пенены, или сходные с ними вещества, они все прекрасно совершенно улучшают микроциркуляцию, обладают ярко выраженными антибактериальными свойствами. То есть, вот эта ситуация работающих гидролатов, это не гидролат огурца и чего-то подобное. Хвойные у нас очень полезные штуки. Сколько гидролат может храниться без консервантов? Вот еще очень-очень хороший вопрос. Смотрите, гидролаты в подавляющем большом случае, даже если их тут же асептически упаковали, да, когда их получают пар 95 градусов, он сам по себе дезинфицирует растительное сырье. Вот, например, получили гидролат, тут же асептически упаковали, но дезинфекция идет не абсолютная, а концентрация в гидролате эфирных масел, которые оказывают антибактериальное действие, такая маленькая, что даже вот при такой технологии гидролаты хранятся месяц, крайне редко больше. То есть, вот, да, гидролат-мазжевельник, например, куда фитонциды, он может храниться больше. Все остальные гидролаты месяц максимум. Многие начинают скисать уже через недельку. Дело в том, что у нас концентрация эфирных масел в гидролатах колеблется от сотых процента до полпроцента. Полпроцента – это верхняя граница. Все. Полпроцента эфирного масла, даже когда мы с вами говорим об эфирных маслах с очень выраженными антибактериальными свойствами, это не та концентрация, которая сможет законсервировать. Поэтому, к сожалению, гидролатов без консервантов не бывает, и не нужно этого бояться. Просто зачастую, когда гидролаты перефасовываются, когда производитель не сам их получает из растительного сырья, а он купил ангротом, например, в канистры гидролаты, просто расфасовал. И сам по себе производитель туда не добавляет консервант, то он, естественно, не пишет его на этикетке, он имеет на это право полное. Но это значит, что консервант всегда добавляет тот производитель, который изначально этот гидролат сделал. Потому что чудес не бывает, понимаете? Для того, чтобы законсервировать водный раствор чего-нибудь, нам нужно туда добавить антибактериальных, то есть какие-то вещества с антибактериальной активностью. Или с бактериостатической активностью. В данном случае это эфирное масло, но его здесь полпроцента. Без вариантов. Вроде все, по всему пробежались. У нас осталось 2 минутки, поэтому я предлагаю заканчивать, а то боюсь опять не сохранится эфир. Поэтому, девушки, вам огромное спасибо за активность. Мне безумно приятно просто с вами общаться. Пожалуйста, пишите обязательно свои вопросы, что вам интересно услышать на следующем эфире. Кидайте свои составы, которые вам интересно было бы разобрать. И вот в первую очередь, конечно, помогите мне понять, что именно вам интересно в плане эфиров. Очень постараюсь по максимуму на все вопросы ответить. И буду стараться выбирать темы, именно те, которые вам интересны. Не успеваю уже рассказать про шургитовую воду. Отдельным вопросом просто продублируйте этот вопрос. Всех обнимаю. Всем замечательного совершенно вечера. Приятного аппетита. Как всегда, легкой пятницы и замечательных выходных. У нас праздничные выходные впереди длинные. Все, всех люблю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok